Субтитры делал DimaTorzok Да ладно, шучу, Last of Us Behind the... Вот сделал сешки проблему Вот тут, чё пиздеть, я не помню Left Behind, по-моему, блин Оставшиеся позади, короче говоря У меня просто русская локализация Тут всё перевели Поэтому оригинальное название, естественно, вылетело моментально Многие переводят, кстати, вообще название этой игры Как одни из мы Подождите А я думаю, откуда я слышу щелчки, когда фонарик Включаю, а щелчки раздаются из геймпада Охрененно, а я думаю, а чё не из наушников? Неужели я звук через динамики подключил? Нет А что странно, это то, что По-моему, в основной компании Звук фонаря не идёт через геймпад Он идёт через динамики обычные Не знаю, чё до них Ну, вообще... Да, рука чья-то привязана Вообще, интересная попытка разработчиков Last of Us Это пока что единственная игра Где хотя бы попытались хоть как-то задействовать динамик Встроенный в геймпад Я уж молчу про сенсор на геймпаде Нет, геймпад PlayStation, конечно, произведение искусства практически Кто бы что ни говорил, что его там трудно держать Неудобно держать, что он маленький К этому привыкаешь Но то, что в нём встроен сенсор и динамик Это, конечно, да Пусть даже они и не нужны Но всё равно сам факт остаётся фактом Так Кто это написал-то хоть? Припасы были на исходе Мы с рядовым Юджином Элисом Вошли в зону погрузки Чтобы поискать там пропитание На нас напала группа заражённых На второй стадии Их было с полдюжины И они застали нас врасплох Мы не терроризовали угрозу Но Элиса укусили После напряжённой дискуссии В ходе которой рядовой Юджин попытался покончить с собой Я его обездвижила После этого я приняла решение нарушить протокол Я изолировала поражённую конечность с помощью шины Затем я пошла в заброшенный лазарет Взяла там хирургическую пилу И продезинфицировала её Я ввела рядовому Юджин в дозу морфия После чего ампутировала руку Сделав разрез на несколько дюймов выше места укуса Я уверен, что после того, как рядовой придёт в сознание Он не будет выказывать признаков поражения кардицепсом Капитан Риган Фрэнсис Как интересно, а вояки уже знали, что кардицепс поражает Мозг и организм По-моему, это открытие сделали только учёные в конце оригинального сюжета Да, ну что-то странно Если она наложила шину и перевязала Чё ж крови так дохера здесь Кокаинум Блин, надо когда вот этот порошок собирает И каждый раз вспоминаю Шварценеггера из Красной Жары Так, значит, рядовая Элис Ну, если только у них не в каждом отряде по две тёлки А то и может в одном несколько Предыдущего своего сотоварища по отряду Она застрелила где-то на втором этаже Почему она решила с этим заморочиться Непонятно Чё там, ампутация, хуетация Чё это, зачем? Так, 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 так Что? Да я знаю задание Дайте мне почитать, пособирать Я помню про ампутацию в начале этого В начале танцующего с волками показывали Как он там говорит Не, я лучше пойду в бою умру Чем мне ногу отрежут, нахуй надо В принципе Доля истины какой-то в этом есть Хотя, ну, это Не знаю, в Америке, наверное, ветераны Всё-таки хорошо получают Особенно покалеченные всякие разные А у нас вот в 90-е Такого не было Вот реально в метро очень много Было ветеранов, видимо Ну, какой, чеченской, наверное, войны Бесконечностей Я Не знаю, каждый раз на них смотрел И думал, блядь, неужели вот После таких зрелищ Кто-то скажет А пойду-ка я за родину, блядь, жизнь отдам Или там конечность какую-то А потом А потом иди вот в метро, блядь Побирайся, охуенно Прям мечта Так, ладно Это о чём это Это я о лирике Что тут? Ничего нету Во мне проснулся маленький искатель этих Ништяков Раз выпали патроны Значит, сейчас бомжи попрут В шутере на геймпаде Я совсем не силён Поэтому придётся играть в стелс на геймпаде Ёб твою мать Чёртова кошка Дрянь шерстяная Что же её зомби-то не сожрали? А ещё я помню Какой-то фильм Про Этого Про чувака Который на лошади ездил И ногу сломал У него открытый перелом был А он А, это был А он афганец, короче И они играли в эту херню Где козла, короче, надо это Ну, Рэмбо В Рэмбо, помните сцену? Я даже не знаю Как называется эта игра Не помню И почему они играют козлом Не помню Но козлиной тушей Играется в эту игру Я помню, что игроки Назывались Чепандазы И что-то типа того Ну И вот, короче Он упал с лошади У него открытый перелом ноги Ему наложили гипс А он что-то сбежал из больницы Или кто-то ему помог Из больницы сдриснуть Он снял гипс, короче По-моему, он его камнем на ноге Прям разбил Снял И Чёрт, холодно Пелемешка мерзнет, наверное И обернул ногу, короче Страницами из Корана Сказав, что слова священного пророка Святого Свежий воздух, короче И слова Цветы Слова пророка Излечат его ногу Ты смерти моей хочешь? Излечат его ногу Быстрее, чем гипс Блять Быстрее, чем гипс, короче И Всякая медицинская херня Холодрыга Короче, ногу ему потом отрубили Нахуй вообще Вот так вот Слова пророка, видимо Всё-таки не так хорошо лечат Как хотелось бы Странно, что Странно, что в этой игре Не затронута тема Чокнутых фанатиков Она, по-моему, в Америке регулярно Форсится во всяких фильмах Фильмах Вот Что-чуть что У них там сразу образуются Какие-то секты Ну, у них и так Баптистская вот эта хуйня Очень развита, да? Её не просто так вот в кино показывают Постоянно В комедиях каких-то То есть у них реально Просто очень много таких церквей У нас, если где-то такие есть То они как-то Ну, на задворочках, скажем так Да ладно Отключено Она его держит? Каким образом? Вот и он Я на месте Вот и он Вот и он А бензина нету Блин, да? Чё надо делать-то? А, треугольник жать Никак Да дёрни ты сильнее Ты, яма Там блокночек какой-то лежит Бензина нет Чёрт А, рядовому Элису Стало хуже У него жар И постоянная рвота Может я и ошибалась Ошиблась Может запоздала с ампутацией Может однажды Когда я отвернусь Он бросится на меня Протокол Противодействие инфекции Мы поступили С офицером Колфилдом Как должны были мы Мы завалили его Нахуй, наверное, да? Да кого я обманываю Мы убили Ларри Я пристрелил его Как собаку Пока Элис Его держал Я не могу Забыть его крики Риган, пожалуйста У меня ещё есть время Не надо Элис Что мы натворили? Может мне просто Уйти Бросить его И убежать? Прости, Элис Риган Нихуя не понял Кто Чё в этой записке Говорит? Они его пристрелили Кого? Прости Чё прости? Пока Элис Его держал Ну, а Элис Чё прости, Элис Она что? А, она бросила Своего Второго товарища И сдриснула Короче Мягкотелая Шаболда Пустая, да? Канистрочка Канистрочка Это, ёпта Что там? Три грамма бензина Продают в розничную В розницу, блядь Где бы достать бензин? Из тачки слить С какой-то, видимо Так Там наверху Наверху Какие-то хероины блестят Я помню В фильме Мгла По Стивену Кингу Очень хорошо Тема фанатиков Религиозных Поднята Про эту бабу Сумасшедшую Которая Всех агитировала Помню Когда я башку Твою мать Сталкеры Какие нахуй Сталкеры Артефактов нет Идите нахуй Бодренько Балять Она просто Я думал Она хотя бы Залезать ко мне Будет долго А она нихуя Сразу запрыгнула Эли Блядь Почему-то Не может Залезть туда Вот где Лежат Вот эти Припасы Вот я Не знаю Для кого Они там Лежат Но точно Блядь Не для нее Так А как мне Полечиться Когда Эли Вырастет Тогда она Сможет их Забрать Я угадал И вообще У меня 4 патрона Я Че 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 Я должен Блядь С четырьмя Патронами Сука Сделать Мне интересно С таким арсеналом Вот реально Только застрелиться Можно Твою мать Сталкеры Камон Сталкачи Приседают Еще Смотри Пиздец Просто Нахуй На не шанс На геймпаде А она Вот так умеет А че Что ж ты В прошлый раз Его не зарезала Давай Давай На Нахуй Че В нем За Гейский Пестик Блядь Шести Патронный Шести Зарядный Я Б сейчас Даже Макарыч Порадовался Ну Нахуй Ладно Ну Я Блядь Говорю Что Нахуй Стрелять На геймпаде Это Как Дрочить Блядь Другой Рукой Даже Блядь Сравнивать Патроны Будут Патроны Все Что ли Да А тебе мало Что ли Вроде бы Так Ищем Бензин Ищем Как залезть Блядь Куда Нибудь За Припасами Пусть 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 Ну Серьезно Камон Там Лежит Что-то Наверху Ящики Блядь Блядь Варить Придурок Взял Этот Шланг Взял Тару Блядь Вставил И не течет Ничего И говорит Я хуй знаю Как это То есть Законы Сообщающихся Сосудов Теорию Он Как я понял Знает А что делать Надо Блядь Не знает Дилетанты По-моему Каждый Каждый Деревенский Обладатель Мотоцикла Знает Как сливать Бензин Совпадение Не думаю Вот так Да это Отлично Только Включать Мы его Пока не будем Во-первых Обратите Внимание Вон Блестят Мои Ништячки Которые Я не могу Залезть И забрать Во-вторых Тут всякое Еще где-нибудь Есть Ништячки Вот Ништячок Слепые Они Они Тебя Видят Блядь Или Че Они Так На меня Побежали Если Если Они Слепые Хуй Поймешь Как это Работает Черт Заперто А Сейчас Я Походу Включу Эту Залупу И сюда Мне Надо Будет Ити Есть У меня Такое Подозрение И Возможно Щелкуны Появятся И Возможно Мне Придется Лезть Поверху Там Он Как бы Есть Видите Дорога Идет Меня Хуй Проведешь Я Продуман Сразу Хоп Хоп Пути Отхода Ответственный Момент Затайте Дыхание Врум Врум Мазафака Блять О Охуенно А то Я уж Кирпичик Отложил Сразу Два Ну Это Смерть Моя Бежала Просто Главное Откуда Не выбежали Если я Все Смотрел Блюдки В лесу Только Не спит Барсук Смотри Вперед Все Получится Ты не Про песенку Понятно Ты не Упадешь В воду И не Поджаришься Если я Не захочу Тебе Уронить И поджарить Молись На Меня Черт По-моему Эта тачка Была В дальнобойщиках Называлась Она Петербилд Вот он Выход Да я Я знаю Как же Туда Пепел Мне Петербилд Кстати В дальнобоях Больше нравился Чем этот Камаз Какой-то 2000 Или как Он там Назывался Ну Этот Луноход Короче Луноход Отстой Он Он Когда Срезаешь Через Шахты Путь Это Как там Назово В алмазный Да Вот Луноход Мог там Мордой На камушках На повороте Застрять А Понятно А Петербилд Не мог Петербилд Рулит Интересно Кто-нибудь Еще хоть Помнит Дальнобоев То Я еще Первый Застал С другом Играл На его Компе Но Первый Дальнобойщик Конечно Штука Такая Было Может Интересно Загрузить Тачку И груз Довести Но Трассы Поскольку Были Одни и Те же Это Был Немножко Отстой И Топовая Тачка Первой Части Это Какая-то По-моему А Я Помню А вы Помните Топовую Тачку Первых Дальнобойщиков Ну-ка Ну-ка Подумайте Подумайте И Это Сука Рено Магнум Ну-ка 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 Саундтрек По-моему Там В первой Части Не было Крутого А у Другана Еще Комп Такой Был Что на Нем Блин Даже Resident Evil Второй Лагал Его В маленьком Окне Приходилось Запускать Чтобы Он Не Лагал Так Я Там Ничего Не Открыл А Нахрен Мне Это Блядь Я Думал Сзади Бомж Уже Подошел Это Рубильник На Экран Вылез Но В чем Был Прикол Второго А Я Понял Зачем Это Говно Нет Я Не Понял Нахрен Мне Это Говно Мне Наверх А Чтобы На Эту Что Запрыгнуть Или Что Короче Говоря В Отличии От Игры Resident Evil 2 Ах Ты Уебище Вот Зачем Уебище Подсказываю Короче На Плойке Мы Играли С Одним Другом На Ион Резьбу Во Вторую Она Была Без Русификатор Она Была На Английском Мы Блин С Каждой Загадкой Ну Просто Я Даже Не Знаю Ну Вы Представляете Да Что Такое Находишь Какой Предмет Пытаешься Понять Куда Он Нахер Нужен Потому Что Просто Описание Невозможно А мы Там Мучились Какой Там Класс Третий Наверное Там Английский Язык Был На Уровне Эпенсил Этейбл Блять Эппл Все Такое Наконец То Эппл Это не Айфон Это Просто Яблоко А у того На компе У кого Тормозной Был В маленьком Окошке Там Было С Русификатором Я Просто Каждый Файлик Заставлял Читать Только Тогда Я Понял Вообще Что За Игра Кто Такой Леон Что Такой Старс Что Это Какой Элитный Отряд Все Такое Вот Так Вот Нелегко И непросто Было Раньше И играли Живот Просто На Энтузиазме Сейчас Бля Мне Такая Игра Без Перевода Попалась Я бы Плюнул Сказал Говно Идите Переводите Да И нахрен Трубу Шатал И маму Дел А тогда В детстве Сидишь Вообще Похеру Ничего Непонятно Все равно Блять Упертый Ну Правильно Теперь Первые Правильно Один мой Друган Сказал Теперь Первые Кто В играх Разбирается Это Школопеды Малолетние Мы Взрослота Нихуя Понять Не можем Они Уже Все Просекли Да Я Вас Слышу Кого Блять Она Слышит Бомжей Так К нему Можно Подкрасться И его Убить Насколько Я помню О Блять Так А нельзя Выманить И в воду Отправить Тут же Ток Все Так Ну Давай Потихонечку Попробуем Увольнуть Пол Собаку Сожрал Гуляй Гуляй Нет Просто Куча Куча Мусора Так Раз Щелкунчик Два Щелкунчик Ёб Твою Мать Куда Куда Сток Бред 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 Блядь Просто Бредовый Бред Вообще Охуели Чушь Ёбаная Быть Такого Не может Я Блядь Тише Птички Ёб Вы Поняли Да Иди в воду Иди в воду Ублюдина И пошла Она в воду И похуй Сука Пистика Ты че Начинает Дурень Или она сдохла Все таки В воде Не понимаю Сдохла Значит Можно их В воду Заманивать Но тупые Прямо скажем Блядь Из них Не все Бери Свою Ебалу Отсюда Говно Все Сваливаю Ха Вот так Я Блядь Разобрался С этим Говном Сука Батя Вопрос Того Урегулировал А Че Пидорасы Блядь Не получилось Похавать Бывает Он еще И руку Свесил Давай Пусть От окон Поколбасит Может Хуй знает Реанимируешься Как нибудь Говноеды Хотели мою Маленькую Жопку Сожрать Хуй бы Угадали Твари То самое Чувство Когда-то Нагнул Просто Нагнул Это Говно Дымовые Зачем Че Еще И бандосы Будут Тих Тих Размахалась Точно Ну Раз На фразу Сказала Значит Это Было Все Два Щелкуна И три Столкача Короче Тут Тусевались Тусевались Пришла бы Она Пару Дни Попозже Это Были Вау Банк Ананасов Это Было 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 Бо Три Щелкуна И Два Наверное Этих Которые Жирные Ну Они Мутируют Там Типа О Водичка Сколько Ресурс Ресурс Неинтересно Как предполагалось По-научному Проходить Этот Уровень Если Они Ну Реально Сразу Агриться Вот Просто К ним Подкрадываешься Они Блин То ли По запаху Ее Чуют Я не знаю У Эли Наверное Месики И от нее Кровушкой Попахивает Свежевыжатой У меня Просто Нет Другого Предположения Че Это За Говно Сейчас Было Зову Магазин Может Джоэла Собачьими Таблетками Накормить Ну Если Ему Скотч Помогает Типа Джоэл Не болей А Удерживаются Давай А Мигает Тогда Зачем Давай Вот Зараза Откуда Они Берутся Хороший Блять Вопрос Дальше Бросить Не судьба Наверное Ебанин Облез Ну и че Блять Ну и хуйня Ебаный В рот Ну че за дополнение Блять Ну че Про стрельбу Блять Делалось Или что Мне Нахуй Войну Блять Надо устраивать На каждом Уровне Где Где Блять Стелс Так В этой Игре Ебанутый Как Который Тут Предполагалось Сделать Пиздец Полный Блять Ну этих Я Блять Сожгу Допустим Сейчас И что А когда Эти два Придут Ничего Делаешь Ладно В пижаме Прохладно Блять Где Патроны Сука Ублюдки Блять Бесполезные Только Попробуй Не Открыться В этот Раз Давай Да Зашибись Мне нравится Звуковое Сопровождение Для этой Двери Какое Сделали Громкое Ну и Че То есть Она Че Не Открывается Или Что Открывается Просто Надо Блять Руками Ну вертолет Я Пришла А че Сейчас Эти Не Прибежали Которые Сбоку Выходят Хуй Знает Че Они Че Там За Скрипты Такие Блять Волшебные Если От Первых Двух Съебываться Начинаешь Наверное Вторые Тогда Вываливаются И Че Это Было Ну Ну Я Нашла Пару Диктофонов Может Задокументировать Все Что Происходит Ну И Ты хоть теперь есть повод поговорить. Пусть даже с самой собой. Ты меня той ночью сильно ударил. Синяк до сих пор болит. Во время ролевых. Я пыталась тебя покормить. А ты стал кричать, что я ворую твою еду. Ты хоть представляешь, какая я голодная? Я понимаю, что это у тебя от лихорадки, но... Я ведь ушла от тебя. Отошла на добрых 10 миль, а потом повернула назад. Как ты говорил? Спим вместе, едим вместе, срем вместе. Какой романтик. Моя одна семья. Так что нет. Я никуда не уйду. Боже. Помоги ему выстрелить. Глупость какая-то. Ну, очередное атмосферное прослушивание диктофона из геймпада. Очередной раз говорю, что это круто. Так, и... Тут они какое-то время тусили, да? И ни одного, ни второго здесь нету. Может быть, это пара щелкунов это и была? Пара Элис и эта баба, как там ее? No name. Что-то они недалеко ушли. Я что-то не понял. Того, кого укусили, она тому руку отрубила. А Элис что, заболел? Что с ним стало? Нихера, что-то я нить. Нить этого сюжета потерял. Тише, ептать. Она не жрет ничего. Она не может так много весить. Ну, давай. Один прыжок, и мы в дамах. И нам, пиздец, давай. Черт! Да, конечно. Вертолету этих самых 25 килограмм только и не хватало, чтобы ебнуться. Я согласен. А вон там, кстати, за рулем кто сидит? Засохший труп пилота. Только бы не пустая. Которого тоже цапнули. Грязные бинты, шприц, нож. Че еще там было? Перекись водорода. Никому не отдам. Как мило она прижимает аптечку. Готова. Да, я же сказал, карусель заработал. Ни фига себе. То-то. Ни фига себе. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Цикада Мелани. Прикольная штука. Вы друг к другу так обращайтесь. Эй, Цикада Рэйчел. Да, Цикада Мелани. Снаружи огни горятся, когда Рэйчел? Нет, не горятся, когда Мелани. А если вояки увидят, ну дадут вам посраки ремня. И чего? Так это работает? Не, она... Ладно. Да, вряд ли. Чё? Да. Её 300 лет, блядь, не смазывали. Она вон травой проросла. Ну, с другой стороны, можно ли винить этих детей? Они никогда на таком не катались. Даже я в детстве на каком-то паровозике ездил. И на американских горках, но они тогда ещё вялые были такие. Давай, поднимайся, садись рядом. Обозрение. Ой, автодром, чуваки, автодром. Такое такое говно, блядь. Квадратная хуйня, это машина ездит. Хоть трасса была бы. Нет, 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 нет. Ну я же только села. Автодром был вообще гонки на выживание. Все только и таранились, блядь. Отстой. Короче, забыла ты прочитать. Я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Михаилу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбуров. Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Все сожрано. Попросил плечики. Не смешно. На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Чего девчонки друг друга сучками называют? Я же тебя знаю. Так, к слову. Да, два круга на каруселях стоило. Ладно, ты готова? Давай. Что или того? К чему готова-то? Что давать? А, шутка. Однажды два галстука зашли в бар и залили заворотник. По-моему, неплохо. Вот это класс. А, фоточки. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Ну, вареное вкрутую яйцо, вы поняли, блядь, шутка века. Я читаю книжку про гравитацию и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Не то, чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. О-о-о! Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Дурацкая. Правда, дурацкая. Кто автор книги? Петросян? Я забыл, как выращивать бактерии. Но они сами выросли. Да. Охуенно. Вот это моя любимая теперь, блядь. Голодающие часы считают мгновение до обеда. О! Да. Врубилась, считают... Мгновение. Мгновение. Голодающие часы считают мгновение, да. Блядь. Мне рассказали анекдот про амнезию. Но я его забыл. Но я не помню, о чем он. Недурно. Ой, да, блядь. Можно в аншлаге выступать с такой программой. И выступает, блядь, Сергей Дроботенко. Вампиренок не пришел из школы, потому что неожиданно получил кол. До свидания, Сергей. Следующий... Кто там, блядь, еще был? Юрий Гальцев. Что-то щуки бузят. Придется им дать леща. А-а-а. Да уж. Занятно. Забавно. Елена Степаненко. Младенец бесился допоздна, и его еле усыпили. Как-то мрачно какой-то черный юмор. Вот это в слухе, блядь, в стиле. Черный юмор. Ты не можешь... Ты что, блядь, нельзя при черной подруге употреблять слово черный. Какая у волка любимая буква? О, это я знаю. Нет, буква М. А, потому что волк обычно Ам и съел. Ты самая прикольная пока что. Да, круто. Да, я охуею сейчас просто со смеху, пацаны. Почему шахматистка не ест ферзя? Боится растолстеть, наверное. Она бережет фигуру. Ну, блядь, что-то типа того, да. Я просто не успеваю обдумать. Я такой ленивый, что в лом рассказывать. Как знакомо, я тоже иногда от всех страдаю. И это вся шутка? Это... Это вся шутка, что он ленивый. Ленивый. Да. А ты только эту шутку не поняла, что ли? Заголовок в местной газете. Обнаружен труп жадины. Подробности за деньги. Да. Прикольно. О, обалденная книга. Весна сводит с ума. Лед и тот тронулся. А, ледоход. Ясно. Тупо. Тупо, блядь. Как и все остальное в этой книжке, блядь. Людоед был сыт своими друзьями по горло. Фу! Ужас! Поняла! Они ему надоели, и он их съел. Ужас! У меня уже аллергия на этот юмор. Один преступник-бабник вечно путал алиби и либидо. Ну и ну. Вау. Нет. Отстой. Алиби и либидо. Вы, типа, в своём возрасте знаете, что такое либидо? Почему отменили телесные наказания? Я не секу, хоть убей. Как тебе вот такая? Все любовались носом алкоголика. Он был красный-прекрасный. Нелепость. Да. А, она на фонарик поворачивается. И про политику. Президент США замочил террористов в сортире. Ммм, злая шутка. Это не президент США, моя дорогая. Это как раз-таки президент ваших идеологических политических противников. Почему-то некоторые бэшки выглядят как ашки. Фу, какая бяка. Но клёво. Блядь, эта книга вообще кончается? Ладно, это я пока уберу. Бэшки как ашки. Слушай, спасибо тебе за подарок. Не за что. Пойдём сфоткимся на письме. И как это работает? Мне кажется, там всё сказано. Да, купюру просуньте. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. Что? Стиль. А что такое стиль? Разве он стильный? Ну, он же в тёмных очках. И к тому же заяц. Точно. Выбираю стиль. Это за хрень? Это не фотки разве? Им сейчас очки прилепят. Сыр. Ангелочки. А теперь страшно. Это ангелочки? Это крайне чума за ангелочки. Ближе, ближе. Чем я, блядь, занимаюсь в свои годы? Ё-твою мать. Так, ну давайте на треугольник. Плющим, плющим рожу. Плющим рожу. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Теперь секси. Ваше секси было смешнее, чем вся книжка, блядь. Можно было и получше. Что, ещё раз? Давай-ка мы попробуем любовь. Может, любовь? Я тут слышал... Хочешь меня хмурить? Я тут слышал один слух. Значит, любовь. Поговариваешь, что они розовенькие, как эти кнопки. Ангелочки. Блядь, то же самое, да? А теперь страшно. Да, ёбаный в рот, вроде тут разного. Динозавр! О, нет! Конъюнктивит у тебя. Вот что. Давай мерзкий рожевый. Вот что. О, нет. Блядь, надо было другое. Я не помню, что я выбирал. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. Пятачок. О, готово. Клёво. А вот и снова мы. Это точно мы. Я согласен, забираем. Что такое фейсбук? Может, что-то типа скраббука? Введите имя. Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так. И... Готово. Вот. О, он делится. Что у них там, блядь, интернет? Нет связи с интернетом. Печаль, беда. Это как понимать? Так. Ну-ка, давай нам фотки. Даже не верится, что получится. И мне. Заново. Ладно. Так принтер не работает. О, да иди ты в жопу. Может, надо вдарить по нему? Да. Помогло. Молодец, черномазая. Всё было бы вам ломать. Что это было? Мы её сломали. Да, похоже на то. Ну, они хотели всего-то фотки, блядь. И то не смогли. Ну? Ну? Да не огонь его. Пойдём дальше? Да. Давай. Нахрен ваш... Вашу интернациональную толерантность. Рекруты. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Ладно, вы дали тёлке текст читать. Неужели нельзя поправить, что ли? Не рекруты, блядь, а рекруты. Внимание. Не булава, блядь, а булава, нахуй. Через 10 минут начинается шестичасовая смена. А это была вообще... Это я то ли на радио слышал, то ли я не помню. Испытания ракеты булава, блядь, прошли успешно. Да пошла ты, какая нахуй. Ну, знаете, булавка, булава, блядь. Как вам ракета-иголочка забей? Помните. Бездействие смертельно опасно. Да. Так было бы в 100 раз лучше. Ха-ха, сейчас прокладку апсикаю. О-о-о, да ладно. Она ж хотела в видеоигру поиграть, смотри. Может, хоть один автомат работает? Вот этот, например, в котором лом торчит. О-о-о, ничего себе! Я же говорила. Вот работает. Мишки! Шутка. Вот этот. Стритфайтер, судя по кнопку. Нет, неужели не работает? Не работает. Да и черная подружка его пнет. Может, получится. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Охуенно. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Негритянка знает толк в играх для бедных. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Энджел Найвс. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Заебись. Она стоит у храма тьмы. Древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с тремя руками. Делаю в фаталите. Хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай. Вот так. Он промахнулся. Ты позади него. Скорее бей его в спину. Ты мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Я хую без баяна, блядь. О, геймплей, а у меня я начинаю пухнуть. Зажми назад и блок. Как сложно, боже мой. Когда он проводит копы, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай вознесение. Круто. Он тебя схватил. Куда, чтобы освободиться? Да, рукой, блок, пинок. Это шкал клинков. Так, блок. Так, его. Давай спецприем. Вниз, вперед, удар рукой. Ломи ему. Жесть какая. Натас. Вот так. Сука. Черт. Да ну нахуй такие комбинации. Сейчас она своему воображению проиграет под моим руководством. Блять. Блять, такой комбинации, а у дамага почти нет. Кто делал эту игру? Разработчика намыла, чтобы он обанкротился. Экран темнеет. Клинки Энджел Найвс начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс. Это ультра-убийство. Энджел Найвс торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила. Для первого раза неплохо. Лучше бы настоящую мини-игру вставили. Да кайф же. Ну типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. И куда тебя попрут? А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Вечно такие кайф обламывают. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня перевозят в отряд в другом городе. Какой отряд, блять? Кому? Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марли. Кому там нахер нужны дети, блять? В цикадах, в этих. Нахер на кому сплющилась? Ёпт вы медь. Меня заберут завтра. Да, тебя заберут, дадут поезд Шахиды и посадят в самолет, блять. Что за ёбаная ересь? Ясно. И всё? А что я должна сказать? Не знаю. Дай дружеский совет. Я серьёзно. Зачем мы здесь? Ясно. Вместо тысячи слов. Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не забывай лайкать мои фотки. Я пошла. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и всё. Пойду гляну, что за музыка. Райли. Райли! Твою мать. Там не Райли Фриман на автомате нарисован? Нет, это какая-то пародия на стрит-файтерах. Куда она делась? Райли! Райли! Ну что ж. Маленький праздник в их маленькой жизни. Что-нибудь такое надо лирическое было сказать. Ну, я не знаю. Ну, конечно, атмосферно. Я вот ничего не говорю. Но всё-таки это DLC. И вот если бы этот уровень был гармонично вплетён как-то в игру. И игра развивала сюжет на фоне. Вот таких вот событий, что... Ну, как бы мы все прошли уже сюжетку, чисто теоретически. Да, и мы все знаем, чем всё это сейчас кончится. А это, блядь, сраный спойлер. И это немножко не круто. Но, с другой стороны, если бы мы сначала прошли DLC, мы бы знали, что Джоэл будет ранен в будущем. То есть, что так хуйня, что так хуйня. Хоть крути, хоть ты выкрути. Я не знаю, они... Ну, немножко неправильно, скажем так, они всё это скрафтили. На мой взгляд, можно было это сделать как-то лучше. Ладно. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Продолжение следует. Что я могу ещё сказать?